ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ОСАГО снова подорожает. Это связано с тем, что Российский Союз Автостраховщиков обновил справочники средней стоимости запасных частей. Цифры там выросли в среднем почти на 30%. Соответственно, не миновать увеличение суммы выплат в рамках автогражданки. Некоторые эксперты, однако, упрекнули страховщиков чересчур оптимистичной оценки размера подорожания комплектующих. Многочисленные отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, что стоимость некоторых деталей выросла в 2, 3 и более раз. ТРАССА 101 Ты что, право купил? Оказывается, это не шутка, а суровая российская действительность. В среднем каждый десятый опрошенный порталом «Дромавтомобилист» признался, что водительское удостоверение ему досталось в обход существующих правил за деньги. Больше всего таких автолюбителей насчитывается в Москве и Питере около 14%. Меньше всего, порядка 5%, в Хакасии, Якутии и на Камчатке. Также в ходе исследования выяснилось, что только две трети автовладельцев сдали практический экзамен на права с первого раза. ТРАССА 101 Европейские и японские автомобили в России планируют заменить китайцы. Новая марка из Поднебесной, Амода, суббренд Черри, планирует запустить у нас продажи машин до лета 2023 года. В линейке первоначально будут седаны и два кроссовера. Один из них носит название «Ц5». Компактный паркетник длиной почти 4,5 метра оснащается бензиновым турбомотором мощностью без малого 200 лошадей. В Китае авто стоит, если переводить на рублей, в районе 1 миллиона. ТРАССА 101 Ездят без номеров, не регистрируют транспорт в установленном порядке, существенно превышают скорость. Вот основные нарушения, которые допускают мотоциклисты, сообщили в госавтоинспекции. Также, по данным ГИБДД, байкеры нередко игнорируют требования знаков и разметки, не используют защитную экипировку. Наиболее агрессивным поведением на дороге отличаются мотоциклисты-мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. ТРАССА 101 Джили вскоре обновит Кул Рэй. Сейчас он является одним из самых доступных новых китайских кроссоверов. Цены стартуют с отметки 1 миллион 880 тысяч рублей. От предшественника модель будет отличаться иной радиаторной решеткой, другими бамперами и узкими светодиодными фарами. По технической части изменения маловероятны. Двигатель бензиновый, трехцилиндровый, объемом полтора литра, мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия «Робот». ТРАССА 101 И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС «Движение» при покупке от 20 литров бензина «Ультра-92» через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова